В Геогинском районе сотрудниками полиции выявлен факт незаконного хранения запрещенных к обороту веществ. Как выяснилось, наркотики хозяин дома хранил в специально оборудованном тайнике. Информацию о причастности 32-летнего мужчины к наркопреступлению получили оперативники профильного подразделения районного отдела полиции. При проверке этих сведений в одной из комнат дома сыщики обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Изучив содержимое пакета, эксперты-криминалисты выяснили, что в нем находилась марихуана. Вес наркозелия составил более 40 граммов. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. В следующем материале пример тесного взаимодействия полиции и следственных органов. Именно благодаря оперативности и слаженности работы двух ведомств в течение нескольких суток удалось раскрыть особо тяжкие преступления, совершенные в отношении пенсионеров. В первоначальном местном отделе полиции поступила информация об обнаружении после пожара в поселке Тлюсенхабль Тючевского района трупов двух пожилых людей, хозяев сгоревшего домовладения. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной их смерти стали множественные ножевые ранения. После совершения убийства двух потерпевших обвиняемый стал искать денежные средства и драгоценности. В результате похитил денежные средства в сумме 7,5 тысяч рублей. С целью сокрытия следов совершенных преступлений мужчина решил уничтожить хозяйственную постройку и тела потерпевших путем поджога. Оперативное сопровождение этих дел, объединенных в одно производство, осуществляли сотрудники Республиканской МВД и Межмуниципального отдела МВД России Адыгейские. После того, как данный гражданин был установлен, он отрицал полностью свою вину. Но в совокупности собранных доказательств, вещей, которые были обнаружены на территории домовладения его, то есть там были обнаружены вещи с кровью, после чего данный гражданин признался в саде имя. Следственными органами во взаимодействии с сотрудником полиции собрана достаточно доказательная база и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Деятельность сотрудников полиции Адыгей в борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере оборота алкогольной продукции ведется сразу по нескольким направлениям. Участковая полномочия специализируется на выявлении подпольных винных лавок, организуемых гражданами прямо у себя в домовладениях. Оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ведут разработку настоящих воротил нелегального водочного бизнеса. О результатах расследования одного из таких уголовных дел в материале нашего корреспондента Вадима Агаркова. Выявление и пресечение деятельности подпольного водочного цеха на территории Теучешского района – это результат совместной деятельности сотрудников полиции Адыгей с региональным управлением ФСБ России. Полученную осенью прошлого года оперативным путем информацию полицейские тщательно проверили и поняли, что столкнулись по настоящему масштабным бизнесом. В данной бутылке водки присутствует акцизная майка. Все необходимые логотипы для обычного покупателя представляют сложность определить подлинность данного продукта. Несмотря на весьма примитивные орудия производства, внешне готовая продукция выглядела вполне респектабельно. При этом содержимым можно было отравиться. Собранные оперативниками материалы стали поводом к возбуждению уголовного дела, причем сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. С учетом всех обстоятельств его расследование было поручено наиболее опытным сотрудникам Следственного управления Республиканского МВД. В ходе расследования были установлены истинные размеры нелегального производства спиртного. В материалах дела вещественные доказательства исчисляются в тысячах штук и тоннах. По уголовному делу в качестве вещественных доказательств обнаружено и изъято 24 тысячи бутылок объема 0,5 алкогольной продукции различного наименования, более 40 тысяч поддельных акцизных марок, а также более 5 тонн спирта, который используется при приготовлении алкогольной продукции. В настоящее время расследование этого уголовного дела завершено. С обвинительным заключением оно направлено в Теучерский районный суд. Вадим Агарков, Андрей Бакумов, Денис Вигерчук. Программа Вести. Дежурная часть.